Привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этот раз мы поговорим с вами о том, что же нам рассказало подразделение Xbox недавней ночью. Так скажем, мы разберем официальное разъяснение всей этой ситуации. Речь пойдет об эксклюзивах, о подписке Game Pass, о новом Xbox, кстати, да и о многом другом. Буду очень рад, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Поверьте, один из следующих роликов будет крайне интересным. Ну и пишите свое мнение на этот счет. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Начнем с того, что данного мероприятия не было бы вообще, если бы инсайтеры не начали поднимать кипиш по поводу того, что Xbox начнет лишаться эксклюзивов. Что в дальнейшем приведет к выпуску абсолютно всех подобных игр к такому исходу. Несмотря на то, что для многих данная новость не особо важна и много кто не видит никаких проблем в потере эксклюзивности для консоли Xbox, фанбазой и тем более зарубежной и тем людям, кому именно консоль не безразлична, вся эта история очень не понравилась. И объяснение тут крайне простое. Никто в целом не против делиться с кем-то играми и тут не было проблем в том, что какие-то игры поиграет больше народу с помощью данного исхода. Но проблема заключается в том, что подобная стратегия, она снизит популярность консоли Xbox, что в целом усугубит ситуацию с количеством игроков, далее с оптимизацией, с поддержкой тех или иных игр, ибо разработчикам не особо выгодно тратить свои ресурсы на оптимизацию не такой популярной платформы, ну а в дальнейшем Xbox как консоль может также перестать поддерживаться по решению Microsoft из-за недостижения финансовых результатов. Я не знаю как за рубежом, но исходя из мнений, которые я встречал в СНГ в комментариях, мало кто это понимал. И поэтому многие не придавали чересчур сильное значение всей этой темы. Алия, ну салюты и салют, чё вы паритесь. Ну а теперь я думаю, что многие врубились и понимают, что ситуация не такая простая, как на первый взгляд кажется. В общем, вчера мы услышали некие ответы насчёт всего этого, и вот что до нас решила донести команда Xbox. Microsoft уверена, что в будущем такое понятие как эксклюзив для одного устройства будет использоваться намного реже. Подтвердило, что будет меньше держаться за эксклюзивность игр на своих платформ, и объявил о том, что 4 игры всё-таки выйдут на другие консоли, а именно на PlayStation и Nintendo. Правда, очень странно, что они до конца не рассказали, что это были за игры, и в сети активно гуляет слух, что это скорее всего будет Pentium, High Forage, Grounded и Мореворов. Также Фил крайне загадочно ответил по поводу эксклюзивности Старфилда и Индиана Джонса, сказав лишь то, что это не те проекты, которые выйдут на PlayStation 5 в ближайшем будущем. Но не исключило этого исхода вообще, дабы, если это произойдёт, быть чистыми перед фанатами. Напомнили, что стратегия подписки остаётся неизменной, и поэтому все игры Microsoft будут входить в неё в первый день, и это, кстати, хорошо. Конечно же, Фил упомянул и верных фанатов, и сказал такую вещь как «Я всегда очень серьёзно отношусь к отзывам наших ярых фанатов, я знаю, существует вымышленный мир, в котором люди думают, что одна эксклюзивная игра как бы увеличит продажи платформы, но сегодня индустрия так не работает». И это, кстати, очень интересный момент, поскольку он дал этим понять, что эксклюзив — это не особо важный элемент при выборе консолей. Но, с другой стороны, это странно, что если это было бы не так, то от них бы давно отказали все. Но, как по мне, это остаётся всё ещё важным критерием выбора, но об этом я расскажу чуть позже. Было уточнено, что не стоит ждать, что все игры Xbox выйдут на других платформах. По каждой игре и франшизе будет проделана аналитическая работа. Xbox видит возможность использовать другие платформы для повышения ценностей бизнеса и инвестиций в развитие игровых франшиз. Например, если игра будет хорошо принята не только на Xbox, но и на других приставках, больше шансов на её сиквел. То есть, понимаете, да, аудитория Xbox, к сожалению, не обеспечивает кассу играм для того, чтобы продолжить франшизу. Это тоже, на самом деле, интересный момент и, в целом, подтверждение того, о чём я говорил годы ранее. Команда Xbox уверена, что закрываться на собственной платформе эксклюзивами — это плохой путь. В Microsoft считают, что выпуск франшиз Xbox игрокам на другие платформы повышает ценность бренда Xbox. И тут я, кстати, согласен. Но, как по мне, консолица всё равно идёт в минус. В серединке нам объявили о том, что игры Activision начнут попадать в подписку и первой такой игрой будет Diablo 4, добавит её с 28 марта, но при этом странно, что ни слова не сказали про добавление Call of Duty. То есть, Call of Duty не звучал вообще. Хотя, в целом, по идее, она должна добавиться. И, помимо всего, команда Xbox на этом подкасте поделилась тем, что в этом году нас ожидает выход ещё 10 крупных игр, показ какого-то нового железа, слухи ходят, что это будет либо обновлённый Xbox, либо портативка, и объявили, что Xbox как консоль никуда не денется. Якобы готовится уже новый Xbox, который получит крупнейший технологический скачок в плане железа. Это, в целом, по-моему, все такие вот важные моменты с этого подкаста, если вкратце. И если на них посмотреть и в целом не задумываться, то складывается ощущение, что ничего серьёзного и не произошло, и якобы все переживали просто так. На самом деле, на сегодняшний день, ничего плохого действительно не произошло. Но это всё ещё серьёзный звоночек для консоли Xbox в будущем. И все вот эти вот заявления, если посмотреть цель на интервью, немного друг другу противоречат. И при просмотре ты понимаешь, что в большей степени это была горячая вода, которая нас подогрела к изменениям, которые действительно ждут. И сейчас я объясню почему. Во-первых, хочется отметить, что данным подкастом они подтвердили слухи инсайдеров, которые как раз-таки начали этот кипиш. И если бы не они, то возможно список игр или время анонса этой стратегии были бы чуть позже, а конкретно на презентации. Я, кстати, снимал про это видео ещё аж целый месяц назад, но видос не зашёл, и меня посчитали долбоящим, который разносит непроводивые слухи. Но, как вы понимаете, это всё-таки оказалось не слухом. Если начать вдуматься в то, что сказала команда Xbox, посмотреть полностью интервью, а не просто поверхностно читать заголовки новостей, то вы поймёте, что они хотят в первую очередь стать издателем игр, а не платформодержателем. То есть, если раньше консоль Xbox была центром всех событий, и мы понимали, что её точно не бросят тут и сейчас, ибо её там постоянно развивали, в неё вкладывали, то сейчас центром будут игры, а конкретно просто значок Xbox. Это неплохо, это даже чем-то хорошо, но при этом в случае, если эксклюзивность будет уходить на другие консоли, сама консоль Xbox, именно консоль, она будет чисто для галочки, а в дальнейшем как повезёт. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Напомню, что Microsoft это компания, которая не всегда сдерживает свои обещания перед своими потребителями, и в любой момент она может сделать так, как им удобнее. Они не раз нам на подкасте сказали, что, чуваки, это бизнес, и глядя на их примеры в других подразделениях, они вполне могут отказаться от консоли Xbox в будущем, как бы это сейчас неубедительно звучало. Вспомните ещё раз Kinect, Mixer, Windows Phone. Они тоже уверенно говорили, что это будет жить, развиваться, что это неотъемлемая какая-то часть системы. Кстати, о последнем. Они вообще обещали все смартфоны обновить до Windows 10, и в итоге в момент обновления просто прокинули часть пользователей. И все эти сказанные заявления на подкасте, это лишь грамотное утешение бури среди фанатов. На самом деле задумайтесь, а в чём вообще смысл этого хода, а именно выпуск только четырёх игр на платформу конкурента? Ну, логично, что попробовать зайдёт или не зайдёт. Вот капнет деньга или не капнет. Но если даже это зайдёт или не зайдёт, Майксов всё равно убеждена в том, что, по их же опять же словам, что эксклюзив это не особо хорошо. Они сейчас не продают вам платформу, им нужно, чтобы вы просто купили игру, и чтобы в неё поиграло как можно больше человек. То есть, понимаете, да, вероятнее всего, слив какой-нибудь хитовой игры с Xbox почти неизбежен. Конечно, это чисто уже моя теория, но она имеет место быть, ибо заявления, они противоречивые. Просто если же Xbox действительно не видит смысла в эксах, то, по их же словам, да, опять же, почему не сделать, например, сразу свои игры на все платформы? Ну, согласитесь, странно. И поэтому я склонен верить, что подобный шаг — это крайне осторожный шажочек, дабы не потерять абсолютно всё и сразу. Это, знаете, то же самое, как было объявление «Выход игр на ПК». Но если же ПК — это одно, то выпуск игр на другие аналогичные платформы, а именно консоли — это совершенно уже другой разговор. И в этом случае они используют почти подобный алгоритм. Сначала это делают с несколькими играми, чтобы народ чутка привык и понял, что в целом ничего плохого не произошло, и лишь расширило аудиторию игры, ибо две из них будут как раз-таки играми-сервисами, а именно Grounded и Sea of Seas, а потом, глядите, могут выпустить и Гирю, и Хейла, и Форзу, как это всё устаканится. И от этого они реально выиграют. Опять же, что касаемо последнего, это опять же мои мысли. Для того, чтобы всё звучало убедительнее, было несколько раз обзвучено, что, несмотря на всё, Microsoft, конкретно на Xbox, всё равно представляет лучший опыт от игр, как и разработчикам, так и игрокам. И, честно говоря, я не очень понял, про что они имеют здесь в виду. Если брать конкретно консоль, то они не могут нам дать даже нормальную производительность в эксклюзивном проекте, в самом главном эксклюзивном проекте 23-го года, и мы в него там играем в 30 фпс. Они не сделали нам новый геймпад с актуальными технологиями, они нам не дали возможность пощупать, что такое VR. И единственное, что у них есть, и это ключевое для них, это халява. Это неплохо, но неужели Сарабон, который как раз-таки об этом и говорил, и этого не понимает? Тот же Балдор, по-моему, в нем до сих пор проблемы с сохранениями, и только на иксбоксе. И опять же вопрос, о каком лучшем опыте она имела в виду? Они также привели пример Apple World, который недавно вышел в подписку, мол, ребята, все играют, это так здорово, мы хотим представлять такой опыт больше. Якобы на иксбоксе это все равно будет лучше. И сразу вспоминается пример с Майнкрафтом, который почему-то, опять же, на иксбоксе работает хуже, чем на плойке. Можете на самом деле об этом посмотреть детальное сравнение от Дениса Мэджора, и разве это не странно? Microsoft как бы уже немного халатно относится к такому, но при этом говоря, что все равно создает лучший игровой опыт. Либо здесь я их не понял, либо они просто вкидывают громкие фразы, дабы все звучало воодушевленно и убедительно. Это знаете, как они сказали про новый иксбокс, который будет обладать капец каким скачком в плане железа, ибо уже забыли про те самые 12 терафлопс, RDNA 2.1, который так и не раскрылся, показывая нам в некоторых играх не лучшую оптимизацию. В общем, весь этот подкаст для меня был не особо убедительным, ибо я слежу за иксбоксом уже давно, знаю многих про счеты, лень и тому подобные вещи. Все это звучало крайне забавно, особенно на фоне того, что в целом они подтвердили, о чем был кипиш. Просто это пытались объяснить. На самом деле, при этих ситуациях точно не стоит продавать иксбокс, играйте, кайфуйте, ибо сериасэс все еще остается прекрасным вариантом для входа в гейминг, особенно задешево. Я лично это поколение точно просижу на иксбоксе, но вот в будущем посмотрим, насколько их слова правдивы. В целом, если эксклюзивы на другие платформы будут входить действительно через полгода или даже больше года, проблема не особо велика. Но все равно невольно задумаешься о том, чтобы взять себе одну платформу, чтобы там было максимальное количество игр, ибо как раз таки ради них мы и покупаем игровую консоль. И вероятнее всего, такой консолью станет Плейстейшн, и хороших, кстати, новостей на подкасте Иксбокса я больше услышал для игроков Плейстейшн и Свитч, ибо у них будет больше классных игр. Единственный плюс Иксбокса, который я услышал, да, для себя, это то, что игры все равно будут халявными и в день релиза в подписке. Все. То есть Иксбокс все еще продолжает себя манить при помощи халявы. И то это дело уже без каких-то громких заголовков, ибо по идее игры Activision Blizzard, которые начнутся добавляться с марта, они по идее и должны были добавляться уже давно. Но если же у вас Иксбокс, то купите подписку и все игры, особенно от Microsoft, они будут у вас в ней. Это самый главный плюс консоли, и в целом они об этом говорят, и это самое главное. Не, это реально кстати хорошее предложение, но лично я в последнее время понимаю, что далеко не все игры с подписки я вообще хотел бы попробовать поиграть и соответственно как-то ждать. И очень хотелось бы, чтобы Microsoft, дабы сдержать игроков, будет предоставлять реально много и самое главное качественных игр, в которые действительно хотелось бы играть сразу на платформе Иксбокса, а не покупать по скидке когда-нибудь. Мне на самом деле крайне интересно, как относится к этому аудиторию других платформ, будет ли она покупать игры Иксбокса или нет, по какой стоимости они это все будут делать И как я говорил ранее на стриме, скорее всего, независимо от результата, Microsoft попробует продолжать сливать свои Эксы на другие платформы по степени надобности в этом. В общем, такие вот новости. Я очень надеюсь, что вам понравился данный видос с моими рассуждениями. Я думаю, что не раз мы еще обсудим эту тему на стриме, в каких-то видосах. И если вам он понравился, то обязательно прожмите лайкусик, подписывайтесь на канал, играйте на том, на чем вам больше нравится и не забывайте писать свое мнение в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.